Переезд разен в трём пожарах. Пять человек из табака в одной квартире в одной квартире в одной квартире. Времени, время работы, работа. Первый переезд. После трём-яди, дни, 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 квартиры, бой. У нас на подъезде газели. Наталья толпу, перерезти и рис. Добрый день, мы Татьяна и Алена. Мы профессиональные организаторы пространства, и сегодня мы помогаем с переездом в замечательной семье с тремя детками. Зачастую говорят, что переезд равен трём пожарам, а мы говорим, что это радостное событие и начало нового этапа. В процессе работы мы деликатно упаковываем все вещи, крупногабаритные, такие как матрасы, стенки из головы кровати. Мы всё это упаковываем в стрейч-плёнку для того, чтобы она не повредилась при переезде. Что-то более хрупкое упаковывается в плёнку-пупырку. Предварительно, по желанию клиентов, мы также можем приобрести организационные средства, такие как коробки для упаковки, они бывают разных размеров и габаритов, стрейч-плёнка, плёнка-пупырка, скотч-липкая лента для того, чтобы всё это грамотно упаковать. Перед тем, как вещи упаковать, мы всё делим на категории и предварительно ещё избавляемся от ненужных вещей, чтобы не перевозить на новое место. В процессе сортировки находятся те вещи, которые семье уже не актуальны. Мы помогаем от них избавиться экологично, отправляя их в магазин и вещеворот или пристраивая приютом для животных. Каждую категорию мы упаковываем отдельно в коробку, запаковываем и обязательно маркируем «подписываем». Каждую категорию мы маркируем своим определённым цветом, а также можем обозначить скотчем, если это хрупкая и бьющаяся. Помимо этого, мы составляем список всех вещей для того, чтобы клиент мог на новом месте ориентироваться в своих вещах. В каждой семье список категорий бывает различный. Он зависит от того, какой состав семьи и от того, в какую квартиру мы переезжаем. В данном случае у нас есть две детские комнаты, прихожая, кухня. Это те вещи, которые сейчас уже спланированы и разобраны вот таким образом. При этом мы ещё маркируем различными цветами и различными цифрами для того, чтобы когда на новое место уже грузчики заносят коробки, они сразу же распределялись по соответствующим комнатам. Это в дальнейшем сэкономит время и силы хозяева. Без помощи Алены и Тани мы бы сегодня не переехали. В один день, мне кажется, мы бы не уложились. В условиях, когда дефицит времени, много работы, можно, конечно, было всё самому сделать, привлечь друзей, как по старинке, нагнать толпу, всё перевезти, покидать в пакеты. Но когда дефицит времени, много работы, ты выделяешь там один день буквально, приглашаешь профессионалов, платишь им деньги и получаешь организованный переезд с гораздо меньшими затратами по времени, по усилиям. Переезд получается просто и быстро. Наш сегодняшний переезд подходит к концу. И если вам предстоит аналогичное событие, то вместе с нами, организаторами пространства, мы можем это сделать совместно, более комфортным и организованным. Продолжение следует...